С вами Дмитрий Гусев, сайт pomedom.ru Совсем у нас сейчас поздняя осень, середина октября Но весь сентябрь и начало октября был теплый, потому что мы не выкапывали свеклу Свеклу чем позже, и морковь кстати говоря тоже Чем позже свеклу с морковью собираешь урожай, тем они потом лучше будут у вас храниться Потому что они совершенно не выносят теплого хранения Чем они быстрее будут, даже когда мы сейчас сорвем их, чем быстрее в холодный погреб или в холодный подпол мы их опустим Тем лучше они будут у нас лежать Ну и так, лирическое отступление Сейчас у нас мы убираем свеклу крападин так называемую В переводе с французского это означает жаба Почему? Потому что кожица у этой свеклы, она такая вся покрыта мелкими-мелкими трещинками Как будто кожа жабья Этой свекле, ну наверное больше тысячи лет, а может быть еще То есть одна из изначальных корнеплодов, которые выращивались вообще в Европе Родоначальница практически всех, практически всех сортов Вот такая вот она у нас Длинная И с такой вот темной Неровной кожицей Ну я ее положу Сохранили ее, этот сорт сохранили во Франции Почему его сохранили? Вроде бы, ну прекрасных же сортов свеклы много и как бы более удобных, кругленьких или даже длинных Но не с такой кожей, да, как бы страшной Дело в том, что Когда селекция свеклы велась Она велась на внешний вид То есть чтобы гладенькие были корнеплоды Ровненькие, кругленькие, хвостик тоненький, ну и так далее А про внутреннее Внутреннее содержание Всегда селекционеры забывали Ну что получится, то и получится Ну лишь бы потемнее было, да, почерней А здесь Она темная То есть черная внутри хорошая Но Она практически без волокна внутри То есть вот этих вот Тоненьких ниточек Которые все-таки в обычной свекле Они встречаются И она более жестковатая Ну, не попробовав эту, конечно, очень трудно объяснить, да Чем отличаются обычные круглые сорта От именно вот этого, да Но Более нежная консистенция Она, знаете, как Как какой-то крем То есть Ее положишь в рот А она прям там буквально тает Мягкая-мягкая Сладкий вкус у нее Ну, в общем-то Сладкий, ну какой должен быть Сахаристости, да Свекла Как обычная столовая красная свекла У нее нет Вот именно того Аромата свекольного Который некоторые люди не любят То есть она У нее аромат более тонкий Нежная структура И более тонкий аромат Я думаю, что мы Проведем такой прям наглядный эксперимент Да, или Наглядный ролик сделаем Сварим эту свеклу И сварим обычную круглую свеклу И будем пробовать Разрезать Консистенцию Определять, какая у этой свеклы Какая у той Вот Этого сорта Пока еще У нас Здесь в России Еще ни у кого нет Помидом В этом году Первый раз мы выставим На продажу Семена этой свеклы В общем-то В мире она Ее выращивают В очень ограниченных количествах В основном Под заказ Для ресторанов Каких-то Вот Каких-то Эксклюзивных В общем Для понимающих людей То есть Внешне У нее никакой Совершенно Некрасивая она Внешне Но внутреннее содержание И из-за этого Собственно Ее любят То есть Это настоящий Деликатес Изысканная Свекла Который Вот Буквально Да Это тысячелетие Последние Питались Монархи Питались Питались Какие-то там Буржуи Ну и все остальные люди Как говорится Да Вот То есть Она была В основном Распространена В глубине веков Вот И я очень рад Что у нас Теперь в помидоме Есть семена Такой свеклы И то Что вы теперь Сможете Эту свеклу Себя посадить Единственное Ничего Мы распространяем Эту свеклу Свеклу Единственное Да То есть Больше ни у кого нет Я прошу Ее оставлять Высаживать Корнеплоды На следующий год И получать Свои семена Делиться Тоже Этими семенами Потому что Ну У нас Вдруг Закончатся Семена И потом Больше негде Будет Вам Купить Ее Семена Этой Свеклы Так что Обязательно Сделайте Свои Семена Сейчас я Еще несколько Корнеплодов Вырву Чтобы Показать Вот такая Вот такие же Они опять Такая же Длинная Дальше Рвем Вот такая Вот такая Большая Вообще Крупная Очень Тоже Опять же Вот Какая Кожица У нее Вот такая Вся В мелкую Мелкую Крош Трещинку То есть Это вот Краподин За это Ее И назвали Такая Крупная Где-то Наверное Около Килограмма Наверное Будет Размер Сажается Как обычно Весной Вот эта Маленькая Ну как обычно То есть Разного Разного Вот это Совсем Маленькие Вместе Росли То есть Надо Все-таки Да Пореже С краешка Вот она Крупная Если Где-то Вместе Растет Она Маленькая Вот Это Среднего Размера Свекла Сейчас Мы ее Все Сейчас Будем Убирать Вот Такая Вот Это Вообще Крупная Громадная Свекла Собственно Вот Такая Свекла Краподин Очень Интересный Сорт Всем Советую Его Приобретать Для чего Для того Чтобы Почувствовать Настоящий Вкус Деликатес Деликатес Очень Нежный Свекла Которая Пришла К нам Буквально Из глубины Веков Эта Свекла Была В каталоге Грачева Еще до Революции У нас В России Но Потом Вот На много На много Лет Она Практически На столетие Она пропала Сейчас Вот Надеюсь Начнут Ее тоже Выращивать Потому что Сорт Очень достойный Спасибо Всем С вами Был Дмитрий Гусев Сайт Помидом Точка Ру Заходите К нам На сайт Покупайте Наши Семена Спасибо